Я счел, что для того, чтобы крест этого места убрать и перенести его, самый правильный путь это по-человечески, по-доброму договориться с Русской Православной Церковью, получить согласование и спокойно вместе с населением рассмотреть дальнейшую ситуацию по его перевещению, по поиску для него нового места. С шашкой на голову кто-то, возможно, хочет, чтобы администрация прыгнула из бурдозера туда ехала. Этого не будет. У меня еще практическое предложение. Я думаю, что вот эта вот волынка будет тянуться еще много. И крест будет продолжать пугать людей. Вот я уже два месяца последние, у меня сплю с кошмарами, потому что два раза в день прохожу мимо этого желчного креста. У меня практическое предложение. Не трогать пока, раз вы не хотите. Но давайте, могу выделить деньги, купим большой кусок брезента и завернем этот крест, чтобы он людей не пугал. И пусть он там себе стоит, пока церковь не даст разрешения. Вот этому-то никакого у нас нарушения не будет. Я говорю, что я таких предложений, я услышал, я понял, о чем идет речь. А давайте его перенесем на бутовский полигон. А давайте его там в Макару поставим. А давайте его там сдвинем. Вот это давайте, это куда адресовано? Так я говорю, не переноси. Давайте его закроем от людей, чтобы людей... Вот вы кому-то предлагаете? Закрыть его, замотать? Да, обмокать. Обмокать и все. Я говорю, что я нашел сейчас путем его переноса этого креста. То есть решите проблему не заматыванием его в какие-то там тряпки или еще во что-то, а переноси. А убеждать спокойно решение о переносе. Ну, заниматься заматыванием его я не буду. А кто-то скажет, давайте размотаем. Вот так и будет ходить. Одни будут заматываться. Вот, и еще один момент, Кирилл, вот кто устроен, да? А вот кто определит? Кто определит? Малая это архитектурная форма или немалая? В чьей собственности? И в бессобственности? Кто разрешил поставить? Это незаконное. Хорошо, хорошо. Незаконное. Вот законное и незаконное кто определяет? Прокуратура, так? Обращайся с прокуратурой. Вы обращались к прокуратурой? Безрезультатно. Безрезультатно, так? Пока еще время не прошло. Ну, вы ожидаете какой результат? Что это незаконное. Ну, ждите тогда. Ну, ждите, я бы сказал вам. Не хотите, конечно, мы не обращались. Кто принимает ситуацию, о чем мы говорим и как это работает? Кто-то, я думаю, видит, что самый правильный путь это спокойно договориться, обсудить. Правильно он все договорится. Договариваться. Договариваться. Договариваться надо с собственными. А кто собственным пришелся? Значит, дело в следующем. Власть не должна выступать в роли просвития. Люди, которые возделили этот чудовищный монумент под логовидным предлогом, будем считать их денег бы мотивом покоренными, не будем это даже никак. Люди, которые поставили на Бутовском полигоне, или не только все, кто бы аплодировали. Понятно, да? Значит, люди, которые поставили этот чудовищный монумент в горе, выкровали ножки. О федеральных законах, о региональных законах, и о два распоряжения, так сказать, муниципального органа, значит, которые комментируют учет общественного мнения при здравостроительной деятельности. Эти люди не договоры способны по автоинделению. И считать иначе это просто наивно. Вопрос, с каких позиций с ними разговаривать? С позицией, так сказать, просителя? Это бесполезно. С позицией закона надо разговаривать. Надо разговаривать с позицией закона. Значит, у вас сейчас есть три варианта действий. Первый вариант – это издательное писание. Чискодачный, это ответный религиозный издательное писание. А второй вариант – обжаловать прокуратуру. Третий – подать суд. Я согласен с вами в том, что первый вариант достаточно дурацкий. Второй, третьим мне представляется менее дурацкий. Одно дело, когда пишется прокуратуру, вы как глава города, городского округа, а другое дело, когда сейчас... Что ж, он сам на себя формулок должен указывать. Странная должна быть эта идея. Там нет улучшения законов. Я сладко. Вопрос взвесит все веса и поговорит с людьми. Я выбрал нам этот самый правильный и самый быстрый вопрос. Если вы этот вопрос решите за по три месяца, тогда да. А если не решите, тогда да. Тогда лучше. Вы сказали, что объект религиозного значения находится под охраной закона. Под охраной какого закона может находиться объект, который воздвигнут незакон? Может, может. Может, скажите спасибо за уволение прав муниципалитета. Получается, один закон не разрешает, но с другой стороны, глава не знает, кому принадлежит тот собственник. А он просто не знает, что это собственник, чей собственник значит без хозяина работы. Без хозяина. Правильно? Так вот в этом законе даже есть слово «самовольно». Закон очень широкой формулировки. То есть запрещен снос, внесудебный снос, вплоть до самовольных построек. Да, пожалуйста. Я хочу вот это вот дело закончить тремя вопросами, очень короткими. Первый вопрос. Кто разрешил? Второй вопрос. Где эта бумага? Третий вопрос. Чьи деньги? И четвертый. Кто собственник? И все встанет на свои места. Мы будем знать, с кем договариваться, и почему, и о чем. А так в отрезающей ситуации. Крест стоит и не знаем чей. Значит, первый вопрос. Еще добавку. Просто реман. Вы, моя власть здесь. Я вам директировал эти права путем выбора. Будьте добры ее исполнять и отвечать на вопросы этой власти. Вы не власть, вы исполните этой власти. Власть народов. Естественно, это конституция. Спасибо. Первый вопрос. Разрешение было выдано администрацией. Разрешение на право проведения земляных работ при создании малых архитектурных форм. Вот формулировка, но не достоинная перед глазами, но очень близкая к тех. Это ваша бумага. Не моя администрация. Ну, какая разница? В общем, если я отвечаю за эту работу, то да. Ну, считайте, что да. Да. Хорошо. Дальше. Второй вопрос. Какой был? Насколько я знаю, на деньги жертвовать. Их список мне неизвестен. Хорошо. Кому пожертвовали? Кто хозяин этого креста? Кто, кто деньги заплатил? Я не знаю, кто кому жертвовал и кто какие виды работают. Кто вы заплатите, если не знаете о лимитарных вопросах? Ну, я же, по-моему, и сказал, уже и написал. Появление... То есть не знаете. Можно я отвечу? ...которое делается в поселке? Действительно. Ну, он отвечает, а вы сами за него отвечаете на свой вопрос. Ну, дайте человеку сказать. Начинаю. Ребят, ну вы сами спрашивайте. И сами же не спрашивайте. Если вы хотите услышать ответ на вопрос... Он только начинает говорить, я его перезвиваю. Если вы хотите просто выслушать, это совершенно другое. Вы можете взять микрофон и сказать, что это жительство. Для меня появления такого строения стало сюрпризом. Я уже говорил. Да подождите вы, ну дайте сказать. Вы чего-то такое? Я закончу там. Мы его хотим послушать, а не вас. Вот, уважаемые жители, что я вам хочу сказать. Та аргитектурная форма, которая создана и установлена вот здесь у нас на территории речи, незаконна, неестественна. И сделана по подпустительству администрации нашего города. Я человек верующий. Я ничего не имею против общины и против батюшки. Но я вам говорю, что я совершенно не разделяю то, что сделано здесь. Дело в чем? Вот мы два города исправили, за него проголосовали. Он выполняет наши данные ему полномочия. Он их выполняет так, как считает нужным. Он считает, нужно договориться с церковью в течение двух недель или двух месяцев, этот крест убрать. Не хочет его заворачивать, не хочет его там накрывать. Он так принял решение выполнять свои обязанности. Если мы ему не доверяем, запрос в совет депутатов, чтобы совет депутатов выразил ему недоверие при значительном его отчете за год. И пусть этот запрос, допустим, наш, депутат оценит его действие. В том числе и по этому пункту. Вопрос второй. Что там заканчивается полномочия в сентябре? Ну, что делать? Так мы живем в нашем городе. Поэтому сейчас полемизируют. Обры от него говорят, спили. Можно поступить по-разному. Конечно, если эта архитектурная форма сохранится на срок более длительный, чем два месяца, то, конечно, лучше его закрыть. И попросить тех, кто приходил с этой просьбой, чтобы они это дело закрыли. Или те, кто сейчас православная церковь наймет, пусть там, на деньги жертвы, или наймет того, кто там может это закрыть. Просьба, надо сказать, за спрос денег не берутся. И от того, чтобы попросить, чтобы они закрыли этот крест, тоже ничего не случится. Поэтому давайте подведем черту и не будем делать из этого Бог знает что. Глава поступает так, как считает нужным в соответствии с законом. Если он его нарушает, его посадит. Если он не отправит наши втчаянии, которые мы его в Евангелии сказали, и дали ему в руке, когда избирали. А ценит его деятельность с нашей подачи депутата на Совете. Я думаю, что вот так должно быть решение вопроса. У меня есть три вопроса, которые я хочу задать. Они у нас наоборот не ставят. Но один вопрос, я не думаю. Получил ответ, можно я задать два? Алексей, мне кажется, что вы все-таки не вопрос задаете, а вы тоже выступаете. И у вас такая полезность, что вы можете свою собственную стрельбу. Я написала письмо, я задала вопрос. Можно мы попросим? Надежда Алексеевна. Надежда Алексеевна, можно мы не вас послушаем? Послушаем ответ. На этот вопрос несколько с другой стороны. Надежда Алексеевна, дай мне вопрос. Вот. Насколько я понял, там речь вообще говоря идет о храме. Вот. Но для меня вопрос совершенно ясен. Если там будет стоять храм, там будет и кладбище. Потому что где будет покоронен отец Вячеслав? Именно там он и будет покоронен. Потому что этот храм станет ему памятником. И они все это сделают, шито-крыто, как все делают. Поэтому, хотим мы или не хотим, будет храм, будет и кладбище. Уважаемые, мы провели воскресенье, митинг, открытый микрофон. Было 98 километров фиксировано. Приходила община. Они, конечно, сначала там сказываются поступать, но... Вопросы, Варь, такое? А какой вопрос? Такое. Значит, что? У нас теперь... Подождите, подождите. Мы, значит, зачитали риску. Я ищу вчера. Отвезла. Так это решили... Аккуратный период. Отвезли, это писали. Подписи себе собрали. Там подписи. И мы продолжаем. Подписи еще лучше собирать. Ну, в дальнейшем наших действиях мы будем ждать ответа. Надежда Алексеевна написала в группе инстанции. Ну, а за это время надо все-таки администрации решать. Может быть, действительно, сейчас, чтобы не было вот этих дальнейших мучений, что он может быть, действительно, перекрыть этот телец, накрыть его. И как же это дело уже будет решаться, чтобы дальнейших его убрать? Я просто представляю исход. Раз, мы судимся... Ну, у нас десятки судов тут все время. Это два. Любой суд, это минимум полгода. Потом суд, это способ... 100% испортить отношения с непонятным каким исходом. Это три. Ну, этого достаточно для того, чтобы я лично не подавал суд. А любой житель в праве подать, если он хочет. Результат по данным вопросам я с 99% вероятности могу сказать. Для жителей, правовое положение администрации и любого жителя здесь принципиально разное. Вот что он делает. Я не слушаю. У нас все равно не будет законом. Нет, у нас перед законом равны права, но все разные. Раскол внес и квартиру будет. Кирилл, я не знаю, сколько об этом думали вы. Я об этом думал много. С юристами, с коллегами, с жителями, с общиной. Я все прочитал, все ознакомился, далеко не прочитал. Мне эта ситуация понятна. Я выводы для себя все сделал. На мой взгляд, я пошел по самому быстрому пути решения этого вопроса. Если у вас есть другие, вы можете идти своими путями. Любой может обратиться и к отцу Вячеславу, и в прокуратуру, и в медстрою, и в суд, и куда угодно. Я решили уже принять. Свой путь у меня есть. Коллеги, давайте уже два часа, последние два вопроса. Хорошо? Давайте.